Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, друзья, мы еще позавчера начали наши контакты на межправительственном уровне, и тогда встречались коллеги, которые занимаются экономикой, финансами, промышленностью, сельским хозяйством. Ну а сегодня мы договорились с Александром Григорьевичем, что дадим возможность поработать тем нашим коллегам, которые трудятся в гуманитарных сферах, занимаются образованием, наукой, спортом, искусством. Поэтому с нашей стороны здесь и министр спорта, и министр культуры, и министр науки и образования. Надеюсь, что мы сможем сегодня начать, во всяком случае, точнее, не начать, а продолжить диалог на таком высоком экспертном уровне по вопросам гуманитарного сотрудничества. Чрезвычайно важное направление, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира вообще, и наших стран в частности. Конечно, мы с Александром Григорьевичем постоянно об этом говорим, занимаемся этим. Нам хотелось, чтобы коллеги на таком высоком министерском уровне могли между собой встретиться, пообщаться и поговорить о развитии сотрудничества по этим направлениям. Большое спасибо, пожалуйста. Ну, Владимир Владимирович, прежде всего я уже говорил об этом. Спасибо еще раз за то, что вы пригласили именно в этот центр наших министров. Дали возможность встретиться с министрами Российской Федерации. Я также говорил, что мы больше занимаемся, с вами ехали сюда, обсуждали экономикой, финансами. Как-то меньше внимания уделяли образованию, культуре, спорту, здравоохранению. Но это не значит, что у нас нет тесных отношений в этих сферах. Они порой, может быть, незаметны в определенный период времени или в целом незаметны. А вот в определенный период времени, когда мы проводим разного рода мероприятия, спортивные, особенно культурные, они очень видны. И отрадно, что ни одно из крупных мероприятий, будь то в России или в Беларуси, странский базар, листопад, кинофестиваль, они не бывают без взаимных посещений. Россияне, белорусы, они на этих мероприятиях вместе. И даже, казалось бы, в малых региональных мероприятиях. Поэтому очень важно, еще и с точки зрения того, что, следуя принципу, который вы, наверное, сколько уже, 4 года прошло, когда мы были здесь, вы думали, как это сделать. Я тогда сказал, что вы делаете, а мы посмотрим и повторим. Сегодня мы уже готовы открыть технопарк, примерно по образцу Сириуса, куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндом. Это главное, отобрать вот из лучших лучших. У вас это получилось, руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант. Нам надо отобрать туда способных, потому что желающих, как здесь, 55 человек на одно место, ни в одном ВУЗе, никогда ни в советские времена, ни сегодня, нет и не было. И вот надо отобрать лучших. Поэтому опыт Сириуса для нас очень важный по отбору. Ну и, естественно, по программам, по обучению, по проживанию молодых людей. И самое главное, потом использовать их в жизни. Поэтому Россия прошла очень интересный, очень важный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно. Никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать все, что здесь лучше. Я также благодарен вам. Вот мы встретили немало детишек, которые сегодня здесь обучаются из Беларуси. Победили в конкурсе отбора, приехали сюда и обучаются. Вот их тоже надо опыт использовать для развития подобного технопарка в Беларуси. И, конечно, он не должен быть закрыт от россиян. Они от нас не закрываются. Поэтому и мы тоже не должны закрываться. И это очень важно на будущее. Поэтому еще раз благодарю вас и министрам за то, что вы дали возможность без купюр и ничего не закрывая увидеть то, что порой на Западе прячут. Ну, желательно, конечно, президент говорил о том, что где лучше, там пусть и трудоустраиваются. Я понимаю его, он так говорит, но думает лучше, что они в России и Беларуси пусть живут и работают. Конечно. Поэтому желательно, чтобы эти дети, талантливые, наши дети, самые лучшие товары, если можно так сказать, любого народа, любого общества оставался здесь и развивал Беларусь и Россию. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, я предлагаю тогда послушать наших коллег. И позвольте мне предоставить слово Михаилу Михайловичу Котюкову, министру науки и высшего образования Российской Федерации. Он расскажет о перспективах взаимодействия между нашими странами в области научно-образовательной сферы. Пожалуйста, Михаил Михайлович. И пусть скажет, извиняюсь, наука и высшее образование. Вот вы объединили это. И общее образование отдельно, да? Вот да, Василий. Министерство просвещения. Министерство, да. На школы. Вот это очень для нас важно. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич. По становлению Высшего государственного совета союзного государства были определены приятные направления и первоочередные задачи до 2022 года. И в том числе формирование общего образовательного пространства союзного государства. Результаты совместной работы по этому направлению были оценены решением Совета министров союзного государства. На сегодняшний день гражданам обеих стран предоставлена возможность поступать в образовательные организации среднего профессионального образования и высшего профессионального образования за счет средств фактически и бюджетных, и на платной основе. Белорусские граждане сегодня могут поступать в российские университеты на все фактически образовательные программы от бакалавриата до аспирантуры. В настоящее время в российских вузах обучается практически 14 тысяч студентов и аспирантов из Белоруссии. И, в общем, значительная часть научной формы обучения и на бюджетной основе мы практически за многие годы смогли удержать, даже немножко прирастить тот контингент ребят, которые поступают в рамках тех возможностей, которые даны сегодня союзным государствам. По разным специальностям? По разным специальностям, Владимир Владимирович, и по разным университетам у нас есть все эти данные. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это далеко не предел. Это далеко не предел, и нам здесь есть, что вместе развивать. Мы как раз наметили ряд рабочих уже моментов на предстоящую перспективу, где должны предоставить возможность более серьезного доступа абитуриентов, студентов в Беларуси к самым лучшим сегодня российским образовательным программам, которые, Владимир Владимирович, я недавно докладывал, получили уже и серьезную международную оценку. У нас сегодня 47 университетов представлены в международных рейтингах конкурентоспособности вузов. Мы считаем, что мы можем вполне расширить возможности для поступающих из Беларуси к этим образовательным программам и к самой лучшей мировой практике. У нас есть в этом смысле совместный проект по развитию Белорусско-российского университета в Могилеве. Есть программа развития. В прошлом году был введен новый лабораторный корпус. Но также возможности этого университета могут быть существенно расширены за счет более тесной интеграции и развития совместных образовательных программ с нашими ведущими университетами. У нас сформирована комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. И очень ярким примером поощрения ученых и исследователей из двух стран является учреждение премии Союзного государства в области науки и техники. Но тем не менее мы считаем, что и здесь можно сделать следующий шаг и в рамках бюджета Союзного государства предусмотреть программу, которая позволила бы поддержать исследовательские проекты, которые инициируются молодыми исследователями совместной России и Белоруссии. И это был как раз следующий шаг развития и научных исследований, и вот научно-образовательного комплекса, о чем говорили, согревающие университеты, наука вместе готовят такие проекты, создают лаборатории, и они должны быть доступны для самых перспективно талантливых ребят из наших стран. В рамках молодежной политики у нас существует с 2014 года соглашение о сотрудничестве, ежегодно утверждается совместный план по реализации мероприятий. В этой связи есть несколько конкретных предложений на предстоящую перспективу. Мы их буквально вчера-сегодня еще раз сверили. У нас очень серьезные контакты на уровне университетов двух государств. Горизонтальные связи очень широко развиваются. И, может быть, Владимир Ильич, нам предложить новый формат, ежегодное проведение форума ректоров университетов России и Белоруссии. И первый, может быть, в этом году провести уже в Москве, на котором обсудить ряд практических, собственно, задач, в том числе по развитию таких образовательных программ, с учетом того, что я уже говорил, и, может быть, даже по формированию некой ассоциации вузов, которая могла бы в таком, в постоянном режиме сближать наши позиции и развивать практику сотрудничества. Собственно говоря, это бы позволило повысить и мобильность студентов, и аспирантов, и результативность совместных исследовательских проектов, и, в общем, повышение качества образования и его доступность. В этом же контексте можно было бы дополнительно вернуться к перспективам развития Белорусско-Российского университета в сотрудничестве с ведущими российскими университетами и опыта той программы, которую мы разработали по международной конвеноспособности. Немаловажным считаем дальнейшую интеграцию наших итоговых испытаний для школьников – это ЕГЭ, ЦТ. Мы предлагаем продумать вопрос открытия в Минске центра приема ЕГЭ и в Москве центра тестирования. Мы также считаем, что это можно на уровне наших ближайших контактов обсудить и, возможно, дополнительную интеграцию двух этих институтов между собой. По молодежным проектам, Владимир Владимирович, считаю, что в предстоящий год достаточно важно в этих программах и расширить охват, и больше о них рассказывать всем, и посвятить наиболее яркие мероприятия таким событиям, как приближающийся юбилей победы в Великой Отечественной войне и 20-летие подписания договора о создании союзного государства. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, мы договорились с нашими коллегами эту работу в долгий ящик не откладывать, а провести предметное обсуждение этих инициатив в рамках предстоящего нашего совместного заседания коллегий наших ведомств. Оно объединяет сегодня все ведомства, которые в России работают по этому направлению, все, кто есть в Белоруссии. И мы предложили это провести в апреле месяца текущего года на полях 6-го международного московского салона образования, куда коллегу уже пригласили и получили подтверждение. Поэтому рассчитываем на поддержку с вашей стороны наших совместных инициатив. Благодарю за внимание. Спасибо. Игорь Васильевич, да? Уважаемый Владимир Владимирович, действительно формирование общеобразовательного пространства России и Белоруссии и те интеграционные процессы, которые происходят, они достаточно успешно продвигаются. Мы действительно с коллегой вчера концептуально многие вопросы проговорили и те инициативы, которые звучат, в определенной степени мы тоже поддерживаем. Я хотел бы добавить, что у нас только прямых межвузовских соглашений сегодня уже заключено порядка 1300. И это открывает перспективы и для развития в научной сфере между конкретными учреждениями образования и в гуманитарной в том числе. Хотел бы привлечь ваше внимание к ряду еще мероприятий, которые могли бы послужить дальнейшему объединению интеллектуального, научного и воспитательного потенциала наших систем образования. В частности, уже говорилось про Белорусско-Российский университет. Сейчас на базе этого университета реализуется проект союзного государства по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий. Мне кажется, что было бы неплохо на базе этого университета создать Белорусско-Российский технопарк, который бы смог объединить творческую, научную и предпринимательскую деятельность молодых людей как из России, так и из Беларуси. С учетом повышенного внимания наших государств к талантливым детям, о чем говорил Александр Георгиевич только что в своем вступительном слове, предлагаем разработать также программу обмена для обучения детей, повышения квалификации педагогов на базе центра «Сириус», а также на базе создаваемого в Беларуси национального детского технопарка и центра «Зубрёнок», который у нас тоже уже функционирует, у них тоже накоплен достаточно неплохой опыт. А финансирование по такому обучению можно было бы рассмотреть в рамках средств бюджета союзного государства. Если будет ваша поддержка, мы такой проект готовы совместно отработать. У нас уже имеется опыт проводимой совместной подготовки пособия для учителей по истории Великой Отечественной войны. Работа идет достаточно активно, в ближайшее время мы увидим это пособие. В качестве следующего шага мы предлагаем продолжить разработку уже серии пособий, в которых будет изложена методика преподавания наиболее сложных тем по другим учебным предметам. И тем самым мы обеспечим, образно говоря, незримую методическую связь между нашими педагогами. И последнее, что бы я тоже хотел еще добавить к выступлению Михаила Михайловича, это в вопросах воспитания. Конечно же мы ориентируемся и на вопросы строительства союзного государства, а также нашу общую историю, празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы прорабатываем вопрос и предлагаем провести агитпоезд из Бреста до Владивостока, куда привлечь и российских, и белорусских ребят, и которые представили свои творческие программы, флэш-акции, флэш-мобы, театрализованные постановки, представления на пути исследования. И таким образом мы привлекли внимание молодежи к этому важному событию, которое будем отмечать не только в рамках нашего союзного государства, но и в рамках СНГ. Я уверен, что вот эти предложения, которые прозвучали с двух сторон, они созвучны тематике взаимного сотрудничества, которое обозначено в приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития союзного государства до 2022 года. Мы, как правильно сказал Михаил Михайлович, еще раз все тонкости обсудим в рамках совместной коллегии и готовы их реализовать на пользу наших государств и наших народов. Спасибо за внимание. Александр Григорьевич, предлагаю перейти плавно к вопросам сотрудничества в области культуры. Если вы не против, я предоставил бы слово нашему министру культуры Владимиру Васильевичу Меденскому. Пожалуйста, Владимир Васильевич. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, с вашего позволения я не буду отчитываться о том, что уже сделано. Сразу перейду, сконцентрироваться на тех планах и перспективах, которые мы обсудили вместе с министром культуры Белоруссии. На ближайшие несколько лет. Прямо по пунктам. Первое. Мы предлагаем перейти непосредственно от сотрудничества между учреждениями культурами, театрами, музеями, к созданию прямых партнерств в области культуры между нашими гражданами и инициативными группами. С этой целью мы создадим совместный с министерством культуры Белоруссии такой фонд и комиссию, которая будет отбирать самые интересные стартапы, как сейчас говорят, в сфере культуры, инициированные любыми организациями, галереями, студиями, группами инициативных граждан, чтобы они работали напрямую, дружно, друг с другом и развивали совместные проекты. И будем самые интересные стартапы поддерживать. Второе. Детям. Первое. Мы предлагаем включиться белорусским детям в нашу программу культурно-познавательного туризма, когда группы детей организованно приезжают на несколько дней в Петербург, в Москву, смотрят «Золотое кольцо», причем это не просто приятное времяпровождение, это всегда посещение театров, музеев, организованной экскурсии, знакомство с историей. Наши дети, соответственно, поедут в Белоруссию. Эта система у нас налажена. Мы здесь в общий процесс запустим. Отдельно в рамках культурного детского обмена мы наладим прямые обменные проекты между нашими детскими художественными музыкальными школами, в том числе и детские, и юношеские. Например, у нас есть новая сцена Александринского театра, где постоянно организуются совместные молодежные постановки разных стран. Постараемся включить туда молодежь из Белоруссии. У художественных вузов есть совместные пленеры, выездки. Тоже будем делать это вместе. Третье. Да, вот хоровое общество, например. Мы планируем с этого, ну максимум со следующего года, организовать постоянный хоровой фестиваль в Пскове, Владимир Владимирович, на базе Псковского Кремля. И, конечно, будет здорово, если белорусские приедут, хоровые коллективы к нам. Может быть, и совместно сделаем детский российский белорусский сводный хор. Там презентуем. Теперь по поводу гастроли. Идут гастроли театров взаимные. Мы даже поддержим в рамках нашего созданного Федерального центра гастрольной деятельности, я посмотрел там, систематические гастроли Драматического театра имени Горького, Минского в России. Но мы поставим это на постоянную конвейерную основу. Во-первых, выделим детские и кукольные театры, чтобы каждый год, и не только в столицах, а чтобы они ездили по всем регионам, и каждый год не меньше трех театров с нашей стороны, трех театров с белорусской стороны, опять же, по разным городам, не только Москва, Минск или Санкт-Петербург. Далее, Владимир Владимирович, созданный вами молодежный симфонический оркестр новый, мы уже запланировали его гастроли. Белорусская страна, надеюсь, поддержит во всех белорусских областях в этом году. Это еще уникальный коллектив, второго такого в мире нет. Полноценный симфонический оркестр, только молодежь в нем играет. Ну, там и репертуар, и энергетика. Ну, до 30, но никто еще не достиг такого возраста. В основном там они 20+. Что касается попсы, молодежной музыки, вплоть до рэпа, с самотеком это все идет. Они приезжают. Ну, приезжают куда? На Славянский базар, в Минск. Мы вот вместе с посольством, хорошая очень идея у посольства, мы немного это простимулируем дополнительно. Пусть они поедут во все регионы. Они ведь пользуются успехом. Вот мы направляли хор турецкого, министр говорит, 80 тысяч собралось 9 мая прошлого года в Минске на открытом концерте. Так пусть они поедут и дальше по Белоруссии. И такое же будет внимание наше к встречным коллективам, к встречным поездкам, чтобы это вышло за границы столицы. Четвертое. Отдельный пункт – это военно-патриотическая, историческая тема. Завершается сейчас реконструкция в Бресте, от этого комплекса. Там будет создаваться лагерь. У нас уже несколько лет действует такой образцовый военно-исторический лагерь, который военно-историческое общество организует под Бродино. Сотни детей, все лето. И это не пионерский лагерь. Там с 7 утра и до позднего вечера спорт, образование, занятия по истории, литература, правильное кино, поисковые работы. Вот такой же лагерь по Братиму мы предлагаем сделать в Бресте. И еще совместный поисковый лагерь подключаем белорусских наших друзей, поисковые отряды по Доржевам. Потому что там самый большой у нас сейчас лагерь поисковиков. Каждый год сотни и сотни мы находим незахороненных наших бойцов. Тем более, что с участием Союзного государства Владимир Владимирович мы сейчас проектируем памятник, посвященный Ржевской битве. Надеемся его в следующем году сделать. По кино у нас очень много совместных проектов. Я думаю, что министр здесь расскажет подробнее. Буквально несколько дней назад в Белоруссии начались съемки фильма «Азои Космодемьянской», который делает у нас студия Горького. Ну и в заключение хотел бы еще сказать, что мы хотим перейти от таких разовых и спонтанных акций к систематической работе. Мы составим сводный план всей нашей культурной деятельности. У нас будет совместная группа министерств культуры России и Белоруссии, которая будет этот план утверждать, иметь определенную здесь финансовую свободу в рамках этого плана и работать на постоянной и системной основе по всем направлениям. До 15 марта мы это сделаем. Спасибо. Юрий Павлович, да? Уважаемый Александр Горьевич, уважаемый Владимир Владимирович, в сфере культуры Белоруссии и России действительно являются стратегическими партнерами. Именно с Российской Федерацией у нас реализовано наибольшее количество масштабных культурных проектов. Мы ведем продуктивную работу по сохранению памяти о великой общей истории наших народов и яркий тому пример, как сказал сегодня Владимир Ростиславович, мемориальный комплекс «Брестская крепость. Герой», который реконструируется и музеифицируется за счет средств бюджета союзного государства. На эти цели было потрачено в 2018 году 98 миллионов российских рублей, и проект, переходящий на 2019 год, это порядка 113 миллионов российских рублей. Уже сегодня мы открыли новые экспозиции «Музей войны. Территория мира» и «Летопись Брестской крепости». При участии средств бюджета союзного государства также создаются мемориалы по линии обороны в годы Первой мировой войны в Сморгоне, а также Ржевский мемориал. Мировое признание обрели совместные культурные проекты наших стран. Это Славянский базар в Витебске, где ежегодно проводится День союзного государства международный фестиваль Юрия Башмета. Возрождена практика творческих обменов, об этом сегодня уже говорилось. И наш Белорусский театр имени Горького побывал в Калининграде при содействии Российского государственного театрального агентства, а также Московский художественный театр имени Чехова провел гастроли в 2018 году в Минске. Предмет нашего особого внимания – развитие потенциала творческой молодежи в наших стран. Уже 10 лет существует Международный белорусско-российский симфонический оркестр, проводятся мастер-классы «Союзное государство молодым талантам XXI века», фестивали «Творчество юных» и «Молодежь за союзное государство». Однако, по нашему общему мнению, потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. И вот эти принципы, которые обозначил Владимир Ростиславович, то есть переход от столичных и приграничных культурных проектов к проектам региональным, развитие сотрудничества с субъектами Федерации, Российской Федерации, должно для нас стать приоритетом. Мы должны посмотреть на вопрос увеличения не только количественных показателей, но и качественных. Это касается гастролей как российских ведущих творческих коллективов, так и белорусских. Сегодня хватает авангардных, антрепризных театральных проектов, которые приедут и сами. Мы должны оказывать государственную поддержку для проведения обменных гастролей белорусских и российских театров или коллективов, лауреатов и номинантов наших национальных театральных премий. Вторая группа мероприятий, которые мы считаем приоритетными, это проведение совместных культурных мероприятий, посвященных 75-летию годовщины освобождения Беларуси, тысячелетию Бреста и в 2020 году 75-й годовщине Победы. В рамках этого направления мы предлагаем проведение совместной выставки на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны проекта «Территория Победы» совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны в Москве. Также предлагаем продолжить работы по музеификации Брестской крепостью и создание Ржевского мемориала советскому солдату. На базе Брестской крепости предлагаем создание экспозиции о военных-интернационалистах в помещениях Южной казармы и музеификации руины подвалов Белодворца, где был подписан Брестский мир. Обменные выставки крупных музеев Белоруссии и России. В 2019 году Беларусь готова провести работу выставки работы Ильи Репина, которая находится в коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь в Третьяковской галерее. И, соответственно, просим оказать нам поддержку проведения в Беларуси в 2020 году выставок работ к 200-летию Фердинанда Рущица совместно с Государственной Третьяковской галереей и 240-летию Яна Дамиля из фондов российских и белорусских музеев. Совместные кинопроекты при поддержке наших министерств и бюджета союзного государства. Две картины на сегодняшний день готова снять киностудию «Беларусьфильм» и мы прорабатываем эти вопросы с российскими коллегами. Это «Судьба диверсанта» о подвиге белорусского подпольщика Федора Крыловича, который совершил самую крупную диверсию во время Второй мировой войны на станции Осиповичи. И биографическая картина Фаина Фаине Раневской, которую тоже мы прорабатываем совместно с ООС «Тармедиа дистрибьюшн». По талантливой молодежи у нас очень много инициатив, и они тоже войдут в наш план работы нашей совместной группы, которую мы создадим с Министерством культуры Российской Федерации. Могу высказать уверенность, что вместе мы сможем сохранить историческую память братских славянских народов, эффективно управлять процессом формирования культуры как человеческого капитала и нравственного ресурса социально-экономического развития наших стран. Благодарю за внимание. Важнейшее направление, и, конечно, это близко связано с другой сферой, которой мы тоже с вами занимаемся постоянно, это спорт. Позвольте предоставить слово нашему министру спорта. Пожалуйста, Павел Иванович. Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Горьевич, коллеги в сфере физической культуры и спорта у нас сложились крепкие отношения и по линии министерств, и по линии личных отношений с министром спорта, министром туризма Белоруссии Сергеем Михайловичем Ковальчуком. Хочу сказать, что наше сотрудничество развивается по линии национальных спортивных федераций, а также во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти. У нас регулярно проводится совместное заседание коллегии. Последнее у нас стоялось в декабре 2018 года. Мы договорились о том, что у нас коллегия теперь в связи с тем, что у нас сотрудничество достаточно широкое, мы будем проводить их ежегодно, начиная с 2017 года. Мы в конце декабря утвердили программу сотрудничества в области физической культуры и спорта, где мы предусматриваем мероприятия, связанные с сближением нашего российского и белорусского законодательства в этих сферах, использование спортивных объектов, эффективное их использование, а также создание системы подготовки спортивного резерва и совместной подготовки наших спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям и проведение российско-белорусских совместных спортивных мероприятий. Если говорить по спортивному сотрудничеству по линии науки и образования, у нас все наши подведомственные вузы заключили соглашение с вузами в Белоруссии, проводятся совместные научные конференции, круглые столы и другие мероприятия. Предлагаю одну из научных конференций сделать ежегодной, проводить ее, возможно, на базе нашего Смоленского университета, где у нас на данный момент учатся сейчас 250 студентов из Белоруссии. Если говорить про совместные спортивные мероприятия, мы, начиная с 2003 года, проводим совместную спартакиаду в четыре этапа. Два этапа мы ежегодно проводим в России, два в Белоруссии. Спартакиада проводится среди молодежи, детей, юношества и студентов. С 2018 года в программу спартакиада мы введем, в том числе, и мероприятия, связанные с соревнованием среди детей из сельских регионов. Если говорить про соревнования, то белорусские спортсмены участвуют в российских соревнованиях и учебно-серевновочных мероприятиях. Порядка 200 тысяч спортсменов ежегодно. Предлагаю со следующего года нам проводить соревнования, сделать экспериментальное соревнование по линии финалистов и победителей турнира «Золотая шайба». Хоккей в России и Белоруссии является одним из самых популярных видов спорта среди финалистов по 7 команд в каждой возрастной категории. И проводить после окончания финального этапа. В 2020 году предлагаю провести первый турнир в России. Очень важное направление работы – это сближение российско-белорусского законодательства с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов, связанных по игровым командам и видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские спортсмены, и на них не будут распространяться ограничения на участие и на заявку на участие в соревнованиях. Сейчас последний приказ по футболу будет утвержден, и будет внесено в регламент Российского футбольного союза, и со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие. Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который вы ставили неоднократно. Они не будут у нас считаться легионерами. Дальше я предлагаю нам подумать вместе с министром спорта Белоруссии по поводу вопросов, связанных с присвоением спортивных званий. Я знаю, что этот вопрос обсуждался. Юношеских разрядов, потому что очень много детей из Белоруссии учатся в детских и юношеских спортивных школах Российской Федерации. Я считаю, что это тоже очень важно. В следующем году мы об этом подумаем, там нужно привести в соответствии. Кроме этого, я благодарю за поддержку, и мы со следующего года планируем проводить игры СНГ по наиболее популярным видам спорта в России. В Белоруссии будем ориентироваться, в том числе, на интересы наших коллег. Среди тоже считаем, что выбрать возраст молодежи – это перспективные спортсмены, спортивный резерв. С следующего года мы это проведем. Кроме того, как вы знаете, в следующем году, в течение нескольких последующих лет, состоятся крупные международные соревнования, такие как Олимпийские игры в Пекине и в Токио. Предлагаем использовать наши спортивные базы для подготовки. Создадим все необходимые условия для подготовки на наших федеральных базах, а также на базах Дальнем Восточного и Федерального округа. Вы знаете, что у нас в этом году, буквально через несколько недель, начинается универсиадо в Красноярске. Мы, конечно, будем ждать делегацию из белорусских спортсменов. Создадим вам все условия для участия в этих соревнованиях наиболее комфортные и подходящие вам. Сергей Михайлович. Мой коллега подробно рассказал об основных направлениях сотрудничества в нашей стране с федеральной физической культурой и спортом. В свою очередь, я бы хотел особенно подчеркнуть, что у нас с Павлом Анатольевичем полное взаимопонимание абсолютно по всем темам, по всем вопросам рассматриваем. Отмечу, что мы регулярно обмениваемся перечнями основных международных и открытых спортивных мероприятий, проводимых на территории Белоруссии и России, и приглашаем принять в них участие. Особое значение придаем сотрудничеству по готовке спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и, как Павел Анатольевич сказал, к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Мы уже принципиально договорились о том, что в периоды, пришествующие непосредственно по Токио игр, будем использовать спортивные базы. И уже сейчас, значит, часть тренировочной работы на российских базах с консультацией, в том числе российских специалистов, проводят белорусские спортсмены по таким видам спорта, как легкая атлетика, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек. Команды по биатлону, лыжным и гонкам, горнолыжному спорту активно используют спортивные базы в Кауголе, Ленинградской области, в Жемчужной Сибири, в Тюмени, в Ханты-Мансийске. Мы ценим работу и советы российских специалистов, и уверены, что это принесет свои плоды. В свою очередь, белорусская сторона готова оказать полную поддержку на наших базах, у нас прекрасные базы, раубичи, стайки, которые тоже с успехом используют и российские спортсмены. Около тысячи спортсменов за прошлый год у нас посетили раубичи, и около 500 человек посетили стайки, используя. Значит, одна из проблем, о которых мы обсуждали с Павлом Анатольевичем в ходе коллегии, и в ходе здесь, когда мы находились на беседе, у нас отсутствие профессиональных, хороших тренеров в таких видах спорта, как фигурное катание. Утратили мы немножко традиции в фехтовании, в лыжных гонках, поэтому у нас есть полное взаимопонимание с использованием специалистов с Российской Федерации, тренеров, подготовка к этим специалистам. Я за что благодарен своему коллеге за поддержку в этом вопросе. Еще одно направление, которое активно занимается Белорусское профессиональное министерство, это развитие туризма в рамках союзных государств, у нас Министерство спорта и туризма. В частности, мы предлагаем включить во всероссийскую патриотическую программу «Дороги и Победы», посещение мемориалов памятных мест, связанных с военно-историческими событиями на территории Беларуси, а также рассмотреть возможность участия в программе вместе с российскими школьниками белорусских учащихся. О том, о чем говорил частично мой коллега с культуры. Это может и должно способствовать воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родине, уважения к героизму и подвигу ее защитников. Мы предлагаем разработать единый историко-культурный стандарт, что позволит молодежи наших стран быть духовно и ментально ближе друг к другу. Это будет всех объединять и сплачивать, а не разобщать. В пользу случаях хочу сказать, что мы будем рады видеть всех россиян и поддержать и ваших, и наших спортсменов у нас летом на Европейских играх. Мы убеждены, что рамки союзного государства представляют широкие возможности более тесно интегрировать, объединяясь для решения важнейших задач по развитию спорта, высших достижений, подготовки спортивного резерва, формированию здорового образа жизни. Спасибо, благодарю за внимание. Владимир Владимирович, честно говоря, хоть и занимаемся многим, и спортом, и культурой, уделяем внимание большое, в кино ходим, если не ходим, то смотрим. Но вот то, что министры здесь сказали, для меня было в новинку. Это говорит о том, что гораздо больше делается в рамках наших отношений, в рамках союзного государства, чем мы. Вот я лично, чем я как президент это себе представлял. Это радует. И когда вот слушаешь министров, очень приятно, что они разговаривают на одном языке. Я не имею в виду русский язык. Это тоже важно. Они понимают друг друга. И смотрю, если бы не видеть их, а просто слушать, то трудно было разобраться, это российский министр или белорусский. Это тоже очень хорошо. Значит, в этом направлении мы двигаемся. Единственное, о чем я попросил бы, вот на примеры спорта. Вот здесь было на примеры фигурного катания министр Беларуси говорит, что мы что-то подутратили. Вряд ли мы что-то там подутратили. Просто в Советском Союзе основные базы и подготовка, все же было специализировано. Шла на территорию России. Школы мощные в Питере, в Москве были. И там же не делили на белорусов, россиян. Все занимались в одном месте. Когда Союз развалился, естественно, школы в России, хоть и подупали, но поднялись сейчас очень высоко. И наоборот превзошли, наверное, тот советский уровень. А в Беларуси, как не было тех тогда школ, так мы и телепаемся в хвосте этого, к примеру, вида спорта. А в России избыток. Но если не тренинг, то спортсменов точно. Ну что, 2-3 человека в виде спорта, вот я наблюдал, фигурные катания участвуют. А такие же талантливые, 4-е, 5-е, 6-е место и так далее, они не могут выступать по ограничению количества. Не могут выступать на европейских чемпионатах мира и прочее. Я думаю, поскольку у нас тут вакансий в Беларуси предостаточно, могли бы эти ребята и выступать за Беларусь. Тем более, ну что там переживать России. Мы же не берем Загитову у вас или Медведеву, или этих девчушек, которые у вас 14-15 лет, Шербакова или как-то, не помню, подрастают. Мы просим, чтобы спектр россиян был побольше здесь. Ну пусть выступит за Беларусь. Ну а если они подготовятся, то пусть и поконкурируют с российскими ведущими и ныне звездами. То же самое и по тренерам, особенно вот по специалистам. Вы знаете, Павел, мы тоже там ищем по Москве и на вас выходили, чтобы вы нам помогли. Хотя бы 2-3 специалиста Ягудин согласился там школу открыть. Мы предоставляем достаточно льда, ну если о фигурном катании говорить. Поэтому неплохо было, если россияне поделились этими талантами, чтобы поднять этот спорт, допустим, на соответствующий уровень. Что касается других направлений, искусства, науки и прочее, там они протоптали друг другу дорогу. Если он где-то дома на кухне картину выдающуюся написал или как шагал где-то отметился, он и в России, и в Белоруссии, и во всем мире себя покажет. А вот тут это совсем другая обстановка и ситуация. Поэтому хотелось бы, чтобы мы тут, ну, россияне, не жадничали. Все-таки это же русские люди, россияне будут выступать, и это очень полезно. Ну а что касается фехтования, ну так вам вообще будет стыдно, если Беларусь будет и дальше так выступать. И мы тут действительно утратили школу фехтования, ту, которая была в ваши времена, когда вы блистали на международных аренах. Тут мы уже однозначно рассчитываем на личную помощь, не только как министра. Должен быть вот этот взаимообмен. Не хлебом единым жив человек. И вот то, что министры здесь говорят, и как они себя ведут, особенно вот я Славичу говорю, это боец, это пример для наших министров. Я часто им говорю, вот смотрите, там на него беднягу накатывали и слева, и справа, и он отбивается, отбивается. Потом перешел наступление. Я говорю, вот учитесь, как надо защищать интересы не только отрасли, а и какой-то сферы и так далее. Ну и последнее, мы выстроили, Владимир Владимирович, с вами хорошую систему. Смотрите, на региональном уровне мы проводим форумы регионам и дали возможность регионалам встречаться, и эффект колоссальный. Мы заключаем на промою контракты и так далее. А это свидетельство работы наших ведомств. И так везде. Это мы просто еще раз повторяю, меньше к гуманитарным министерствам, ведомствам обращаемся. Это нас, конечно, не красит. А возьмите наше министерство иностранных дел, министерство обороны, экономики, финансов и прочее. Они вообще друг с другом не только в формате совместных, проведения совместных министерских советов и так далее встречаются. Они, наверное, чаще нас упрекают, что мы с вами часто встречаемся или завидуют кто-то. Но они еще чаще встречаются, обсуждая эти проблемы. Поэтому хорошее это мероприятие, оно будет расширяться. Это будет пример хороший для других руководителей министерств, ведомств, региональных руководителей. Ну и вообще это будет обогащать сотрудничество Беларуси и России. Уважаемый Александр Георгиевич, коллеги, действительно ли президент Беларуси сейчас сказал верно и очень слава? Мы в своей практической ежедневной работе гораздо больше внимания и времени уделяем вопросам сотрудничества в сфере международных дел, обороны, безопасности, экономики, финансов, промышленного производства, кооперации в этих сферах. Но, конечно, то, чем занимаются коллеги присутствующие здесь сегодня, является фундаментом, основой развития любого общества, потому что вот все, что делается в этой сфере, это направление на человека, это укрепление так называемого человеческого потенциала. А без этого невозможно решать никакие другие задачи, они просто не будут решаться вообще никак или будут решаться очень плохо, что не соответствует нашим интересам, нашим запросам, требованиям и велению времени, велению сегодняшнего дня. Поэтому, мне кажется, что сегодняшняя встреча тоже имеет, не тоже, а имеет очень важное значение. Я бы предложил, чтобы, если Александр Игоревич не возражает, коллеги проанализировали и текущую работу, и сегодняшнюю дискуссию. Наверное, было бы правильно, если бы мы попросили коллег провести совместные коллегии, так, министерств соответствующих, и определить совместные планы сотрудничества и работы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Если Александр Игоревич с этим согласен, тогда мы вас попросим это и сделать. Всем большое спасибо.